Очень большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет заметно больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами. И, скорее всего, сильно превзойдет то, что было под Курском совсем недавно. Не исключено, что противник займет даже крупные города – Курск и Белгород. Да и вообще, как бы в России достаточно мест, кроме Москвы. Сколько курчан эвакуировано, и никто же не сказал, никто не открывает рот, что там происходит. Люди не хотят понимать, что эта ложь в моменте, сегодня, успокаивающая и не нарушающая комфорт. Она со временем превращается в ту правду, которую уже никакая ложь не изменит. Все думают, что это государство помогает эвакуировано? Нет. Почему Брянщина молчит? Почему белгородцы молчат? Почему никто не требует нашу власть ответить? И ты станешь жертвой той правды, которую ты скрыл до этого. У нас нет ощущения пира во время чумы. Я настоятельно рекомендую сложить документы, деньги, все самое необходимое в одну-две большие сумки. Полный бак и машина в полном состоянии хорошем. Ушки на макушке с началом наступления противника на вашем участке сдернуть и подальше. Отдельные руководители военных организаций, небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну, что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. В Курской области, ну, считается, туда заходила группировка в 30 тысяч. Если такая группировка, значит, натворила таких бед в России, которая гораздо более мощная, чем Беларусь в военном плане, ну, вот полякам создать такую же группировку, которая нам устроит проблемы в 30 тысяч, это вообще несложно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России, от них останется просто мокрое место. Да, статья 5 Вашингтонского договора, может быть, и сработает, но государства этого уже не будет. Сдернуть их подальше. Мокрое место. Друзья, вооруженные силы Украины зайдут в Белгород и Курск уже этой осенью, так утверждают расисты. А расисты должны быстро бежать далеко и надолго, возможно, в Москву, возможно, и в Санкт-Петербург. Ну, а Москва и Санкт-Петербург будут атакованы дронами и ракетами вооруженных сил Украины по военным объектам. Путина обвиняют в госизмене. Друзья, прекрасные новости. Я Дарья счастливая. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Мы с вами обсуждаем российскую пропаганду и боремся с фейками. Ну что, друзья, самая интересная новость – это то, что участники так называемой СВО, сами расисты уверены, что вооруженные силы Украины этой осенью уже возьмут Курск и Белгород, а, возможно, и Брянск. А россиянам нужно оттуда, цитата, быстро драпать. Прошу прощения. Смотрим и, как говорится, делаем ВВД. Скажу, очень неприятное будет для всех. Поэтому у людей будет нежелание слышать меня, нежелание принять эту информацию. Соответственно, я заставлять никого не собираюсь. Я чувствую большую моральную ответственность перед людьми, за которых мы воюем, защищаем перед населением нашей страны. Я, соответственно, считаю необходимым сделать это заявление. Первое. Обстановка сейчас на фронте гораздо хуже, чем в 2022 году. Просто вы, дорогие гражданские, этого не знаете. Что вы хотите? 52 страны воюют против нас, а население всей страны живет, ну, с первого до последнего человека живет по принципу, никакой войны нет. Есть специальная войсковая операция, которая меня не касается, никаких мобилизаций не надо, ничего делать не надо. Все как-то само собой разрешится. Очень большая вероятность, что уже этой осенью будет предпринято крупное наступление противника. Наступление будет заметно больше, чем под Изюмом, гораздо большими силами. И, скорее всего, сильно превзойдет то, что было под Курском совсем недавно. Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе под угрозой, находящейся к нему на юге Курск и Белгород. Я настоятельно рекомендую прежде всего сложить документы, деньги, все самое необходимое в одну-две большие сумки, которые вы 100% засунете в машину без проблем одним рывком. Второе. Полный бак и машина в полном состоянии хорошем. И третий. Ушки на макушке. С началом наступления противника на вашем участке не ждать, что все образуется, не быть уверенным, что все закончится благополучно. Лучше сдернуть и подальше. Сейчас на Западе масштабное увлечение, занятие населения – это зверски замучивать, насиловать детей, а их кровь, сдобренную адреналином, который выделяется у жертвы при этих мучениях, перерабатывают в наркотики и употребляют массово. Элита их не, но население тоже. Соответственно, какое будущее ждет детей на оккупированной территории, понятно, мужчин и женщин примерно тоже. Рынок органов в Европе сейчас расцвел с началом всех этих событий. Господи помилуй. Друзья, как говорится, вместо крови у наших врагов, расистов, наркотики. Вот поэтому они несут такую чушь и ересь. Это, конечно, последняя часть. А вот по поводу того, что вооруженные сила Украины войдут в Белгород, Курск и Брянск, у меня лично сомнений нет. Друзья, ну а тем временем пропагандист Мардан предложил россиянам покупать, не бежать, как сказал другой пропагандист, расист, участник так называемого СВО, драпать. Он предлагает покупать квартиру россиянам в Донецке, Макеевке, чтобы повысить демографию. Ведь там дешевое жилье до 100 тысяч рублей за квадратный метр, поэтому родить ребенка и жить там под обстрелами, припевающими, не составляет проблем. Если 10 миллионов на квартиру в Москве не хватает, то 5, чтобы купить квартиру на крови, наверняка у каждого расиста найдется. Ведь так? Ответ на вопрос, а почему у нас плохая демография? Кто-то говорит, а потому что у нас ипотека теперь 22 процента, а потому что у нас квартиру стоят адских денег. Пожалуйста, в Донецке, в Макеевке недорогие квартиры, там до 100 тысяч рублей за квадратный метр отличные квартиры продаются. И я не шучу совершенно. Да и вообще, как бы в России достаточно мест, кроме Москвы. Да, Москва и Питер войны точно не чувствуют. Лозунг своих не бросаем. Актуален для россиян не только на фронте, но и в тылу. Житель Сила-Лебедевка, Суджанского района, пожаловался на родную дочь, друзья, которая жила совсем рядом, но после украинского вторжения. Ну, освобождения, конечно же. Выехала, не сказав куда, и оставив стариков родителей на произвол судьбы. Пишут сами и говорят сами расисты. Друзья, я прошу вас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал. Мы движемся к полумиллиону подписчиков, поэтому ваша подписка, ваш комментарий, ваш лайк очень ценен. И напишите в комментариях географию просмотров. Ну, а сейчас смотрим, как Россия и расисты бросают своих. Виктор Александр. А у вас родственники живут в России, в Украине? У вас еще трудные, близкие? Дочка куда-то поехала, и черта не... Неизвестно. Ну, поехали, мать. Уехали мимо, вот рядом жили. Мимо проехали, ну, мама, папа. И мимо проехали, ну, сказали бы, черт дьявол. Мы, мама, выезжаем туда-сюда. Не, мимо проскочили и все. Да, друзья, так и все. Они мимо проскочили и все. Они нападают на другие страны, им плевать на собственное население. Путин говорил, что он отвечает за все, что происходит в стране. Ну, так пусть он ответит. Вы посмотрите, сколько людей молчат, сколько Курчан эвакуировало. И никто же не сказал, никто не открывает рот, что это они сами эвакуируются, а государство им ни в чем не помогает. Все думают, что это государство помогает эвакуированным, но нет. Уже почти два месяца часть Курской области находится под контролем ВСУ, а десятки тысяч людей живут в ПВР. Кроме того, Красный Крест принял более 5000 заявок на поиск пропавших в Курской области людей после начала наступления в ВСУ. По сообщению РБК, граждане чаще всего теряют связь с пожилыми родственниками, а местные власти бросили и кинули свое же население. Ну, а Путин отдал приказ к ковровой бомбардировке на суджу и Курской области. И Михалков уже ответил на это все российскому пропагандисту. И что сказать? Надо понимать, что эта ложь в моменте сегодня успокаивающая и не нарушающая комфорт. Она со временем превращается в ту правду, которую уже никакая ложь не изменит. И ты станешь жертвой той правды, которую ты скрыл до этого. У нас нет ощущения пира во время чумы. Да, только у Москвы, у Санкт-Петербурга есть ощущение пира во время чумы. Лобстер, рябчиков, жуй, конечно же. В то время, пока в Курской области гибнут люди от ковров бомбардировок, самих же Рашистов Путин отдал такой приказ. И они кормят свое население дуэтами, сказками о том, страхами, что вооруженные силы Украины – это очень плохие люди. Хотя вооруженные силы Украины на сегодняшний момент единственные, кто заботится о местном населении Курской области. Смотрим. Ну а боялись? Ну как? Я вам скажу, мы просто видели сюжеты по российскому телевидению, и нас и фашистами называют, и нацистами, и детей мы распинаем там, и младенцев едим, и так далее. Ну конечно, вначале боялись. Ну как вы думаете? Если нас научили фашисты почти, ну как вы думаете? Если первый раз, когда на танке или военная техника, мы, конечно, попадали в бурьян. А ваши, конечно, все смеялись, потому что мы в кустах все лазили. Ну как вы думаете? Конечно, мы боялись. А потом все нормально, все познакомились. Нормальные, хорошие люди помогают нам, детям особенно. У меня вот двое детей. Спасибо вам большое от души. Мы, наоборот, хотим сказать спасибо, что нас не бросают. Да, да, наши бросили все русские, зато вы наши спасатели украинские. Молодцы. Никогда этого не забудем. Мы добро помним. Сколько людей молчит, сколько курчан эвакуировано, и никто же не сказал, никто не открывает рот, что там происходит, как они живут. Все думают, что это государство помогает эвакуировано. Нет. Это люди ходят по оптовым складам, по магазинам, покупают вещи, отправляют туда. Я сама это наблюдала. Почему Брянщина молчит? Почему белгородцы молчат? Почему никто не требует нашу власть ответить? Почему народ вообще даже не задумывается о том, что гибнут наши дети, а мы молчим? Я считаю, что реально в государстве нужно проверить всех высокопоставленных чиновников на предмет госизмены. И начать нужно как раз с высоких чиновников, с того же Герасимова, Путина и всех остальных, кто сейчас отвечает, отнесет ответственность. Путин говорил, что он отвечает за все, что происходит в стране. Но так пусть он ответит. И чтобы он ответил, должен народ открыть свой рот. Не молчать и наблюдать, как активисты приходят и требуют. Мы вместе с вами сейчас. Мы также пострадаем. Если курчан эвакуировали в наши регионы, в ближайшие регионы, скажите, куда наши регионы эвакуировали? Вы об этом задумывались? Я не хочу, чтобы меня с моей дочерью отправили на Алтай куда-то, в подвалы заваленными подыхать. Я хочу, чтобы здесь и сейчас пришел мир в мою страну. И хочу, чтобы этого начал требовать народ. Если зашедшая в Курскую область украинская группировка в 30 тысяч натворила таких бед в мощной России, говорят белорусы, то полякам создать такую же группировку против нас вообще несложно. Это была цитата белорусов, белорусских пропагандистов, которые оказались под путинским ядерным зонтиком. Они задумались о возможности ядерного удара по Польше. Мол, Россия все поймет. Мы же не только за себя, а из-за нее переживаем. Интересно, кто испугается белорусских ядерных угроз, если даже путинский шантаж уже никто всерьез не воспринимает. Но давайте посмотрим, что там творится. Вы посмотрите, вот в Курской области, ну считается, туда заходила группировка в 30 тысяч, там силы обеспечения и там основные ударные эти компоненты. 30 тысяч. Наша белорусская армия, если кто не знает, она в районе там, ну, 60-70 тысяч. Это без мобилизации, понятно, без дополнительных мероприятий. Вот если такая группировка, значит, натворила таких бед в России, которая гораздо более мощная, чем Беларусь в военном плане, ну вот полякам создать такую же группировку, которая нам устроит проблемы в 30 тысяч, это вообще несложно. То есть они сегодня исходят из того, что там как раз и будет размещаться, там, в районе 37-38-40 тысяч, вот эта вот польская новая военная группировка. Что мы можем на это ответить, Григорий? Можно создавать там, ну, какие-то, наверное, постоянные новые соединения, дислоцирующиеся. А можно предупредить их вот таким образом, через возможность ядерного ответа. Для нас это гораздо более дешевле, да, и плюс еще, как бы, есть еще фактор России, которая все это оценивает в совокупности. Действия Польши, это то же самое, скажем, что продолжение действий Украины. Потому что если там начнутся проблемы в плане какого-то обвала фронта, как рассказывал нам Родослав Сикорский, глава МИД Польши, то вот тогда они вступают более активно там на западную Украину, а возможно и западную Беларусь. Вот он это все рассказал, а теперь мы рассказываем про ядерные ответы. Тем временем Беларусь находится в особой параллельной реальности. Батька наш крутой, батька мы рядом с тобой. Так они поют. Ну, как говорится, на контрастах. Беларусь находится в особой параллельной реальности. Батька у нас крутой, в мире, а него такой, Заткай, с какой-то града, только его не будет у нас. Тут очень многие сами жители России вспоминали Путина злым тихим словом о том, что он их бросил, кинул на произвол судьбы, и о том, что их бомбардировками Суджу Курскую область ковровыми уничтожают, стирают лица земли, и все это приказ Кремля. А вот Путин хотел бы защитить Беларусь. Он считает, что если Польша нападет на Беларусь, или если кто-то нападет на Россию, на Беларусь, то они вместе вдвоем применят ядерное оружие. Хотелось бы, конечно, чтобы против себя самих, и сами же они себя и ликвидировали. Смотрим. Ещё особо хотел бы обратить Ваше внимание. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолёто-стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Сейчас мы услышим с вами воина Синего фронта, который хоть даже сам не понял, что он описал Россию. Отдельные руководители военных организаций, генштаба, небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну, что тут можно сказать? Чем смешнее государство... Это он, конечно же, о России. ...тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства. Это он уже, конечно же, о себе и о Путине, и о всём всех кремлёвских руководителей. Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку когда такие заявления... А вот это точно сказал, такой идиотизм комментировать нечего. ...ъявления делаются, люди должны принимать в расчёт только одно. В случае, например, использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место. Да, статья 5-я Вашингтонского... Как от ядерных испытаний Сармата, которые провалились? От него что же осталось? Мокрое место. Мокрое место. Да, статья 5-я Вашингтонского договора, может быть, и сработает. Но государства этого уже не будет. Ну, а теперь давайте напомним. Взорвались прямо в шахте. В России провалились испытания баллистической ракеты РС-28 Сармат. Ракета, по которой Россия пугает весь мир, подорвалась прямо в шахте. Испытание ядерной, межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 Сармат завершилось феерическим провалом. Это то, что, как говорится, сразу в стык идет после заявлений Путина и воина Синего фронта Медведева. Давайте поконкретнее. Значит, все это сообщалось с пользователем CTX. Mi-N-M-I-R-C. Слайс на спутниковые снимки одной из ракетных шахт России. Это произошло 21 сентября 2024 года. Попадка российских сил ядерного сдерживания провести испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты 21 сентября 2024 года закончились полным провалом и пожаром на пусковой площадке. Медведев, Путин, привет. Ракета взорвалась прямо на полигоне, оставив на своем месте гигантскую воронку и уничтожив полигон. Пока неизвестно, из-за чего произошла авария. Поскольку ракета Сармат имеет ракетный двигатель на жидком топливе, и это мог случиться инцидент с его детонацией. В результате чего появилась пропасть. Также существует вероятность падения ракеты при попытке запуска. На спутниковом снимке можно увидеть четыре пожарные машины. Это уже, друзья, четвертая неудачная попытка испытания ракеты Сармат. Ранее Россия заявляла, что ракета уже на боевом дежурстве. Но мы, конечно же, все все поняли. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал «Дашь счастливая». Нас должно быть полмиллиона, мы движемся к этой цифре. Сейчас у нас 350 тысяч. Спасибо вам большое. От каждой подписки, от каждого комментария, от каждого лайка очень много чего зависит. Поставьте лайк, напишите в комментариях, где огонь и просмотра. Будьте на светлой стороне и поставьте колокольчик, чтобы первыми на моем YouTube-канале «Дашь счастливая» смотреть все видео. Друзья, если вы традиционно смотрите меня с телеканала «Прямой», нажмите на название, там будет возможность подписаться. Ну а сейчас посмотрите два заявления просто отборных расистов, а я с вами прощаюсь. Я должен был по поручению президента отбыть на открывающуюся сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в составе российской делегации. Нас пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Но третий год подряд я один не получаю американскую визу. Связываю это с тем, что постоянно в мировом информационном политическом пространстве обличаю роль Соединенных Штатов как главной мировой силы, ведущей человечество к деструктивному миропорядку. И сегодня надо говорить честно к Третьей мировой войне. Сегодня США нарушают и соглашение конца 40-х годов прошлого столетия о размещении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций на своей территории в Нью-Йорке. Каждая национальная делегация, сформированная главой государства, обязана в полном составе пребывать на территорию США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. Все должны получать американские визы, но, как мы видим, неугодное государственному департаменту США виз не получают. ...подтрунивают над тем, что вот наш автопром это просто китайский импорт, это не так. Импортозамещение работает, есть планы по переходу на производство собственных автомобилей с использованием китайских на работу. Продолжение следует...